За окном летняя жара, а в Щелковском историко-художественном музее – Африка. Зал переполнен, юные гости пританцовывают, да и взрослые, кажется, в азарте готовы к ним присоединиться. Так в музее открывалась новая выставка – Джамбо Африка. Предметы африканского искусства из частной коллекции Елены и Сергея Клевцовых. А музыкальное сопровождение обеспечили студенты Российского университета «Дружба народов» имени Патриса Лумумба. Со времен Советского Союза наша страна дружила с африканскими государствами. А сегодня по ряду внешнеполитических причин это особенно актуально. Поэтому интерес к искусству и культуре Черного континента объективно повышен. Мы сотрудниками музея поймали себя на мысли, что нам всем хочется на зиму бар отдыхать, потому что прекрасные пляжи. То есть мы для себя узнавали много чего нового, интересного. Коллекционеры Елена и Сергей Клевцовы 15 лет собирают Африку. На выставку привезли экспонаты из более чем 20 стран. Предметы из камня, кости, дерева, меди и других материалов. Супруги много путешествуют, много чего коллекционируют. Несколько их выставок в музее уже прошли ранее. Но Африка, по признанию Елены, это любимая. В принципе много где были, но никакой регион мы не можем сравнить с Африкой по тому заряду энергии, эмоций положительных, которые мы привозим оттуда. У них нет любимой страны, они все любимые и все разные. Но первая поездка была в Зимбабве. И с тех пор это государство для Клевцовых стоит как бы особняком. Мы в столице, в Хараре, ходили в художественную академию. Это вот серьезное учебное заведение и плюс где-то гектара 4 территории, которые уставлены вот таким вещами, вот от таких до вот таких. И это не обезьянки-слоники, это очень серьезный уровень абстракции. И вот тут нас вот это вот стукнуло, мы поняли, что это надо смотреть, 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 смотреть и обязательно собирать. Пройти мимо вот такого искусства было невозможно. Вот то, что вы видите на стене, да, это тинго-тинго. Это знаменитый стиль росписи, это масляные краски по хлопку. Вообще тинго-тинго это дар-салам в Танзании и занзибар в Танзании. Больше, в общем-то, нигде этого нет. Каждая африканская страна, она имеет свою какую-то специфику в искусстве. Если это Зимбабве, он же переводится «дом из камня», это будет каменная скульптура, да. Если это взять Западную Африку, Сенегал, Гамбия, там Кот-де-Вар, это будет резьба по дереву, это скульптура деревянная, там маски. Это вообще Либерия, это маска боевая, чтобы в нее трубить. Вопрос, который у нас напрашивался, как всю эту немаленькую красоту удалось привезти в Россию. В багаже руками, рассказывают Клевцовы. Вот эта зеленая птичка из камня, не подумайте, что маленькая, весит 6,5 килограммов. В чемодан не поместилась и была вывезена в дамской сумочке Елены. Дело в том, что рейсы в Африку, они все позволяют везти достаточно большой груз. То есть из Зимбабо нам разрешали 32 килограмма чемодан, а вот из Кот-де-Вара 2 по 23 на каждого. Ну, мы там и развернулись. Вот эти вот 92 килограмма плюс 2 раза по 10 трюшной клади мы отбуду привезли. Африка совсем не такая, как о ней принято думать. Там жарко, там опасно. Нет, это все небылицы и предубеждения, уверяют авторы выставки. Она удивительна и прекрасна. О ней нельзя рассказать, ее надо увидеть. Очень важно познавать этот мир. И, конечно, если ты путешествуешь, то ты живешь. А если не получается по каким-то причинам улететь в Африку, то в нашем музее вы сможете окунуться в этот прекрасный мир. Немного лингвистического ликбеза на выставке Джамбо Африка. Во-первых, само слово Джамбо в переводе с языка Суахили означает «привет». Ну и еще одно известное выражение, которое знают очень многие – «акуна матата», что означает «нет проблем». Как бы нам всем хотелось жить именно так. Это песни о хорошей жизни, об исполнении мечты и, конечно, о любви. Ансамбль студентов из Мадагаскара пел на малогасийском языке, а студентка-медик Китура Мусонда – на чебембо. Это один из языков ее родной Замбии. Хотя за шесть лет учебы она и русский освоила отлично. Африка красивая, классная, разнообразная. Люди очень добрые, очень дружеские, доброжелательные. И если вы поедете куда-то и теряетесь, не стесняетесь кого-то спросить, там помощь. Я очень люблю показывать истинную Африку, потому что, как и про Россию, про Африку, очень много стереотипов, но мы рады участвовать в том, чтобы люди познавали настоящую Африку. Очень прекрасно были, и нам очень рады, чтобы у них нас приглашали для этого концерта. В рамках работы выставки «Джамбо Африка» пройдут экскурсии, мастер-классы, квесты. Работать она будет до 8 августа. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Работать она будет до 8 августа.